Всем привет! Это продолжение моего ФФА-сериала на восьмерых в игре Сидмейрс Цивилизейшн 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Всегда интереснее смотреть с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! Как ты в дереве технологии посмотреть? Я подумал о фабрике пошёл. Рейдзер, скажи, что произошло? Сам не знаю. Что случилось? Ну, просто хорошие компаса стоят, и всё. Я изучал техи, не вырываясь в плане, ну, типа, по этим, по эрам. Вот. Ну что ещё? У меня один учёный великий. Это плюс две науки за каждый универ. Ну, нормальный, обычный учёный. Ничего там им было. Йоркампус, Диксель, Справа, и... А, кто-нибудь её вдал, да? Что-то бразилица убегает, не хочет мне ничего грабить. Странно. Так, какие у нас тут доступны побольше денег. Варшава, Джакарта. Блин, ну, тут... Варвары куролесят. Ну, перекину пока. Варшав. Сандра, ты готов от него отбиваться? Сейчас он забирает от пушек. Наверное, это больно. Я отставал от тебя. Я не отобьюсь однозначно. Это, к сожалению, плохо, плохо. Или, к счастью, с какой стороны посмотреть, да? Ну, как бы я не особо расстраиваюсь с нынешней ситуацией, как бы, ну... Да, ну, я... Нет, ну, я смотрю, Варвары курят, Арчи наращу. Пополовину. Арчи, вообще никак. Да, он забирает мои города, как я там есть. Никак. Ты пойми, отставание в юнитах... Нет, я сейчас мушкетеров выхожу, но уже толк от этого. Да, но если у него пушки, а ты мушкетер. У него пушки, кавалерия. Я только вышел. Ты можешь цифру иметь большую, а толку от неё не будет. Она будет просто сливаться. То есть, Египет и в баллистике, и в военной науке, правильно я понимаю? И ещё и в фабриках, и ещё дальше уже. Скоро будет стандартизация, наверное. Он везде. Ну, что-то там, да, у него немного сливочек. Этим ходом открою фабрики. А, кто? Или вот это, что он взял в религии, вот эта херня стена бустит. Как её? Так как она бустит, и посчитаю... Ну, Веркампис Коммерсал, ну вот это 200 тысячи половинок. Ливен, провайс плюс 2 с конца, 4. Как это переведите? То есть... Ну, я понимаю, за кампус две науки. То есть за кампус 4 золота, а за этот... И для науки. Его... Каждый... Научный и коммерческий этот район даёт плюс 2 науки и 4 золота соответственно. Ну, это в городе, в котором эта религия преобладает. Ну, это... Ну, что он получает? Он только со своих городов и получает. У него религия только у себя. Может быть, конечно... Ну, что она ему даст? Это 10 науки. Не, может кто-то за соседство как-то не будет. Я его знаю. Ну, вот давай посчитаем вот какой-нибудь кампус, к примеру, возьмём, который ты... Я не могу быть, чтобы у него в двух сбежках по 6 этих сидела к этому времени. Почему не может быть? Ну, а почему не может быть? У меня послов... У меня послов 11. Вполне может быть 12 сидеть уже. Да, вполне. Вполне. Плюс квесты можно вообще... Ну, если повезёт, можно очень разобуститься на квестах. Да, квестами. Посадить сразу первые два посла, ни одного. Очень даже без проблем. Нет, там сутсу что-либо. А, ну ты с этой карточкой имеешь? Да. Вместо двух ты имеешь четыре. У него, понимаешь, и по культуре он впереди всех. Он по всем показателям шёл впереди. Блин, я не знаю, бразилец, нахрена мы воюем, вот честно. Я не... Это... Зачем вообще? Ну, воюй же ты, не я. Не, ну тут по сути дела... Так я тебе предлагал... Нет, я вам говорю, я вам реально бразилец тоже испортил игру, потому что я мог всю эту армию пойти с Египтом, например, с другой стороны на него напасть. Вместо того, чтобы воевать с бразильцем, неизвестно зачем. Ну, хорошо, что я сейчас сольюсь? Уже на два фронта с двух сторон как минимум там может что-то... мог бы сделать американец как-то. Скажи, какие у тебя войска? Не пойдёт. Не, ну у меня там мамлюки с арбалетами, это понятно. Ну, например, как минимум я прибегаю... Не, ну это ещё, да, ещё не так уж плохо. Прибегаю мамлюками и, например, граблю ему там всё. Даже не вопрос в том, чтобы захватывать. А так у меня получилось, бразилец просто тупо не идёт на разговор, не заключает мир, вообще не... ну, бессмысленно. То есть в итоге я захватил у него просто один город, мне дальше нету смысла идти у него там что-то захватывать, чтобы упарывать свою армию, тратить. То есть я даже не собираюсь на него дальше нападать. То есть вся война связалась к тому, что я захватил у него бытгощ, и на этом всё остановилось. И в итоге, получается, мы в этом упоролись, построили армию, ни бразилец, ни я, ничего с этого не получили, и Египет спокойно забирает американца. Я развиваюсь. И как ты сейчас победишь Египет, расскажи. Уже сто науки, сейчас я буду больше делать. По промке я второй фаблике через три хода буду тоже выбирать. До меня он не добежит своей кавалерии, мне как бы всё равно. Так а зачем ему до тебя добегать, ему достаточно забрать американца и дальше просто улетать по науке и всё. Короче, я вам скажу, если вы не хотите тратить время, просто объявляйте его победителем. Потому что я ещё и на другом континенте, там совсем другие люксы. И у меня там... Он позабирал все города с фабриками, с построенными с универами, со всеми, ему там ничего строить не надо было. Нет, ну если только так, да, что он там забрал. Не, ну как-то вы тоже так просто сдаётесь сразу. Не, а что мне сделать? Не, ну ты-то да, там он Сандро уже тоже пишет, ГГ типа... Я просто вижу свою ситуацию, ну я не отдыхаюсь, к сожалению. Шумер, наверное, тоже радостный хочет ГГ. Вообще не... Вот жабу... Сам с собой всю игру. У меня отставание... У меня отставание... У меня отставание сейчас потеха, ну то есть я армия не надею такой, что поддэфится. У меня 15 жителей сейчас будет в столе джерамбина, на толку 0. Что-что? Женеву. Та женеву мне преподнесла сюрприз. Я пришёл тем, что было, а она взяла, апнула все войска и построила ещё новые стены. Так вот, ну это просто хохма какая-то. С учётом, что там нету дороги к ней, ну блин. Я сейчас отведу их по апгрейджу и подойду обратно. Бредко. Я буду помолвать. Ну, сейчас поможешь. Просто... Имеет ли смысл уже помогать? Тут помогать с Египтом надо, а не с Женевой. Ну и он говорил, когда он меня заберёт, у него будет 600 громки. А это будет вот-вот. А рурку кто-нибудь построил? Ну, я строил, но он мне не дал её построить. Я строю. И PandemieIE наб rápекает. Ухе! 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 Я старqu beş БТИ! Ухе! 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 Раскрабил все-таки караван. Раскрабил все-таки. Раскрабил все-таки. Раскрабил все-таки. Раскрабил все-таки. Раскрабил все-таки. Так, кампус. Раскрабил все-таки. Раскрабил все-таки. Раскрабил все-таки. Раскрабил все-таки. Ну, это было бы. Я не сказал на твоей этой. Я не говорил. Я сделал свой выбор. Я тебе несколько раз об этом спрашивал. Раскрабил все-таки. Я не знаю. Раскрабил все-таки. чтобы я мог воевать. с Египтом спокойно. Ну, ну, я не слышу странно. Я не слышу странности в его словах или что? Потому что, потому что есть конкретные условия, когда ты будешь уверен, что с тобой человек не будет воевать. Когда у тебя мир и вы заключили союз. Ты знаешь, я знаю, что бразилец на меня не нападет. а мы были без союза все здесь в соседей. Леш, когда у нас была дружба, закончилась дружба, ты меня тут же обвинил первый. Прям тут же. Ну, так, а перед этим ты меня обвинил вообще-то? Я тебя не обвинил. Здравствуй. Ты еще сам сказал, я тебе не обвинил. Ты не можешь обвинили. Ты после этого еще сказал, что типа, ой, я второй раз это сделал. Если тебя обвинили, то ты не можешь обвинил. Я тебя не обвинил. Я просто сказал, что мы там не селись так близко. Это не считается обвинением. У нас бывает. Ну, мне пришло обвинение. Ну, предположим, хорошо, это не считается обвинением. После этого, мы все равно могли заключить мир и заключить союз. Так у нас был мир. Ну, так он закончился. Я тебя обвинил, чтобы мне было проще через пять ходов объявить войну. Что ты от меня хочешь? Ты меня обвинила, о каком союзе речь? Леш. Так разговаривать надо. Блин, я тебе еще раз об этом говорю. Ты меня сразу обвинил. Я тебя не сразу обвинил. До того, как закончился мир, я тебе несколько раз предлагал продолжить. Я тебе несколько раз предлагал не наращивать армию, ничего не делать. Я не наращивал армию. Я не знаю, что ты делал. Как ты этого не можешь? Союз я заключаю ни с кем никогда не заключаю. Я редко заключаю союзы. Ну, отлично. Я никогда ни с кем союзы не заключаю. Ну, зашибись. Вот и дипломатия с человеком. Это редко заключается союз. Египет мне не соперник был. Он далеко от меня. Ну, в плане мы с ним не граничим. Мы с тобой конкретно граничим. Ты мне не показываешь вообще никаких своих намерений мирных. Ты конкретно говоришь, я союз не заключаю. Ты сделал свой выбор, поставив там город. Ну, блин, я тебе еще раз объяснил. У тебя стояла армия прямо под моими арбалетами. Я вполне логично предположил, что ты просто убрал армию, чтобы я первым ходом не расстреливал арбалетами твоих коней, чтобы потом можно было этот город обратно отбить этим же ходом. Ну, я бы так сделал. Я не поджал даже военный лагерь у этого города. Ты о чем? И что? Ну, не построил, видимо, ты думая о том, что я захвачу его, видимо. Поэтому и не строил. Ну, вот окей, смотри. Я сейчас тебе поясню, почему не заключается союз. Вот, как вот на примере Арчи и Египта. Заключает, и Арчи такой умный, выходит в фабрике первой, заключает союз при этом с Египтом за 10 ходов до этого. И окей, Египет на него напасть не может, и Арчи спокойно дальше развивается. То есть соседи, которые вот так вот браничат, у которых у обоих есть армия, союз не заключает, они просто вот друг друга держат в каком-то напряжении. Кто-то выпился в лидеры. Окей, ты говоришь, так и так он в лидерах, я ухожу, я говорю, ладно. У меня, а ты понимаешь, что кроме тебя, у меня еще есть один сосед с другой стороны. Какой? Египет. Получается, получается, ты держишь меня в напряжении, получается, вот, ну, значит, мы с тобой воюем, вот мы с тобой взаим напряжение. В итоге Египет захватывает первого по производству чувака и выигрывает игру. Так, а он выигрывает, я-то что, виноват в том, что я союз не заключил? Я же отвел в армию, я же тебе объясняю. Ладно, я, я просто не хочу объяснять. Ну, если не понимаешь, окей, ладно, что я пытаюсь донести действительно. Ты не прав, это ситуация, понимаешь, ты напал, ты обвинил. Напал, потому что ты никак не показал, что ты будешь жить со мной в мире. Ты считаешь, что я должен быть в напряжении, а я не хочу быть в напряжении, я хочу решать эту проблему. Ты считаешь, что ты просто напал и стоишь? Ну, я теперь в полной уверенности, что мы в войне, то есть я вижу, что происходит, где юниты двигаются. Так они вообще просто ушли. Я контролирую, что ты делаешь. Но когда нету договоренности между соседями, вот такое происходит. Я не знаю, я никогда не заключаю, редко, точнее, заключаю союз с соседом. Прям, ну, в априоре так. Человек выходит в фабрики вместо того, чтобы наращивать армию, а ты с ним в союзе. И вы такие раз друг на друга смотрите, и что делать? Я уверен, и Египет с Арчи не заключал бы союз, и Арчи с Сандер не заключали бы союз. Вот только сейчас они могли бы его заключить, а до этого бы не заключали. И тут такая же ситуация, считаю. Ну, если у них до этого не было никаких трений между собой, вполне возможно, они нормально и дальше существуют. Ну, у нас же с тобой проблема была вообще-то, нет? Я вообще-то говорю тебе, армию отвел, военный лагерь не ставил, ничего не делал. Ты, когда закончился дружба, обвинил, и потом говоришь, типа, вот ты такой плохой человек. Ты так рассказываешь, как будто, знаешь, я поставил город, вот тот, да, с которым у меня была проблема, и ты сразу куда-то отвел армию. Не сразу. На самом деле она стояла долгое время, по-моему, как раз, когда закончилась дружба, ты ее только тогда и отвел. То есть все это как раз выглядело, что... Я даже не апгрейдил армию, заметь, в отличие от тебя. Я не знаю, апгрейдил ты или нет. То, что я вижу, я реагирую на то, что есть какая сила, армия и прочее. Я не знаю, на что. Я вот ни на что не реагировал. Ты апгрейдился, и я не успокоен стоял. Я знал, поставлю карточку, апгрейдлю потом. То есть я просто не знаю, зачем. То есть тебя удивляет, что ты, типа, человека, которого ты держишь в напряжении, он потом срывается и на тебя нападает. Для тебя это удивительно, я так понял. Как бы, да. То есть у тебя в жизни всегда бывает так, что человек в напряжении, а потом успокаивается и нормально все. Я тебе к тому говорю, что я посмотрел по счастью. У тебя счастье плохо, например. Блин, нам вряд ли ты нападать будешь. Как бы я по счастью на втором, на первом месте был всегда. Я думаю, блин, я и при этом не нападаю. Где-то с тобой война, зачем? Так вот, если посудить. Ну так а почему ты об этом не говоришь? Ты говоришь, зачем мне с тобой война? Я с тобой не буду воевать. Ты же этого ничего не сказал. Ну так... Ты изображал, ты держишь человека в напряжении. Ну вот, получи... Дипломаты. Я тебе показываю, как действуют люди в напряжении. Когда люди в напряжении решают проблему. Дипломаты, я извиняюсь, вы как бы там правого не найдете, как и виноватого. Я вообще не вижу, за чего вы спорите. Начали воевать, воюте на здоровье. Да. Вопрос сейчас, что с Египтом? И как дальше быть? Да ничего ему не сделает и никто уже. Ну я, как ты понимаешь, не буду на ее нападать. Имея войну с другой стороны. Ну я вам предлагаю закончить науки 213, культуры 96, промки 440, в перспективе 600. Это видео создано при поддержке справочника и карты 2GIS. В мобильном 2GIS есть возможность быстро авторизоваться через социальные сети. Избранные адреса будут храниться в личном кабинете и синхронизироваться на разных устройствах и в онлайн версии. 2GIS, если быть точным. 3GIS, если быть точным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, ну науки, конечно, блин. Египет, скажи, честно, ты в Крантах сидишь, нет? Ни одного зайду не сделал. Ни одного Гранта не делаешь? Нет. А разве Гранты влияют на науку? Да. Каким образом? Примуем. Ну, когда они делаются, у тебя наука увеличивается. Вход. Да, не на что. А если конкретно 50% производства конвертируется в очки науки? Нет, так подождите, они единоразово... Они единоразово конвертируются в науку. Разве вход на науку? Нет. Нет, нет. Пока ты их сделаешь, наука у тебя выше, когда они перестают, у тебя науто падает. Гранты дают тебе науку и великих людей. Это так написано в описании. Ну, великих людей. Работают это очки великих людей приходят в конце. А очки науки идут 15% от молотков, затрачиваемых, в этом городе, на гранты переходят в науку. То есть и в ходе... На время действия гранта. Ну, ты, когда делаешь гранты, ты не замечал, что у тебя наука растет? И когда мы народ... Я был, что там... Полностью уверен был, что так же, как и очки великих людей в конце наука. Нет, нет. Нет, поэтому... Кадзе спрашивает по поводу того, что очков так много. С грантами это будет цифра другая. Инвестово честь, что у него уже 370 промки. У меня вот 315, уже на 150 поставать. Не, выиграйте, мне без разницы. Он сейчас заберет мне стадис. У Арчи осталось, да, Вашингтон, который там окружен. Вот у Арчи сидит просто в качестве наблюдателя. Я плюсую за завершение. Тут ничего, ты ему не остановишься. Ну, еще ж у нас француз есть. Да француз и я одинаково по науке выйду. Сравнивать. Ну, то есть... Ну, что, вы вдвоем не сможете с Египтом ничего делать? Как? Тут можно единственное, чтобы попробовать дождаться термоядерок. Ну, я говорю, в такой науке я вот... Какие термоядерки? Какие термоядерки? Я могу в него апельсины кинуть. Термоядерки выходят люди, когда там, если ты отстаешь, когда там уже последняя деталь строится. К вам приедут танки. Ну, я их в Китае апельсинами нашу. Да, ты только их можешь осудить. Нет, могу пряности подсыпать им в чай. Где ты по науке догоняешь? Я не понял. Я про французы говорю. Француз 93 науки в ход против 220. Я скажу, что у меня вот 92, у меня 30, у меня вот 35. Да у меня больше науки в ход. Ничего, что он на 7. Я вот о чем и говорю, Арчи. Сейчас на 7 тех, это не в конце, блин. Я о чем и говорю, я говорю, я догоняю только французы. Левший говорит, француз может остановить? Я говорю, нам вряд ли, что я его тоже догоняю. Я не понимаю, это где-то какая-то бахта что-то или что, ну, не знаю, что-то неправильно работает. Нет, ну я вижу кампус. Кампус дают десятку, представь, у него 6-7 городов, чик 7-7, только от того, что он грамотно кампус поставил. Посмотри, какой кампус офигительный. Я выжил, ребятам, вы не против будете? У меня тут уже все. А кто там говорил, что у него вокруг гор дофига? Это Египет, ты говорил? Нет, это я говорил на дофига этих калмов. Я вижу эти кампусы. Кампусы дают 10 науки за кампус. И 3 от специалистов. Это вот тот, который в Нихене, наверное. Раз, два, да, это Нихен. А тот, который в столице, дает просто 10 науки. 8 науки возле Шадето. 8 науки. Все равно. Подожди. А 8 науки, вот скажи, получается, вот тот, который возле Джабалпура, возле меня, лагерь. Вот у него, получается, сколько... Две от горы, это понятно. Одна джунгли, это три, правильно? Рэдди. Не сажал же ты туда. Арена 4, да, получается? Ну, 0,5, а ну, это не сколько? И джунгли тоже считается. Ну, я считаю. То есть, а почему 8? Ну, потому что карточка стоит. Карточка стоит, да. А, ну, я вырезаю, ребята. Давай с проблемой. Пока. Скажи, а вот это, получается, это мы видим сразу уже, да, с карточкой? Да. А можно попросить тебя на один ход как-нибудь? Без проблемой убрать. На какой-нибудь, вот скажешь, когда уберешь, чтоб мы увидели. Убрал. Ну, мы, наверное, на следующий увидим, да? А, нет, и вот сейчас видно. Но сейчас стало 6. Почему 6? Потому что плюс один науки за ЭГГ-шку. В кампусах. На трех дипломатах. А у тебя это расписано? Нет, просто я это знаю. Нет, а смотри, а как отображается с религией плюс 2? Плюс 14 от вера водей. Она отдельной цифрой. А если в городе? В городе не знаю, кстати. Ну, вот в городе на колбанной веди, посмотри, там как это пишется. Вот просто я, допустим, по этому же самому кампусу давай развиваю. Санцут, как ты из 31 науки, из 31 тихо, из 34 сделал за один ход? В городе не пишется, кстати, по насчет веры. Вся была только что 31 тихо, стало 34, как-то так сделано? А, я не знаю. Не понятно. А, у меня Оксфорд построился. А, да, у него Оксфорд. Блин, нарчит, а по ужасу, сразу осуждение пошли. Всем, да? То есть дух Арчи какой-то, вот, все-таки остался. А, ладно. Осуждение, какие-нибудь сразу. Не читал, но осуждаю. О, блин. Нет, ну что, давайте что-то решать. У него уже 500 тромок, по всему напитку. Хочу сидеть-то, Джеймс. Ситуация такая, что соседи... Я слабый сосед. Принеси Ганди, чтобы мы просто убедились, что я сидел. А, он уже и в армии скоро выйдет. Ну, понятно. Принеси Ганди, спасибо тебе за заботу, бро. Такой именно. Принеси Ганди. Блин, я теперь даже не знаю, как Джека звать поиграть, там, в NQ, если там куда-нибудь это... Да ну как, ну нормально, но он же адекватный человек. Пошутили, посмеялись, пообижались и все, ну что, ну как... Нет, ну у нас участь с ним был, блин. Короче, начали игру, я поставил город, он поставить не смог. Убежал он, короче, посел. Ну, нормально. Смотрю, бежит второй посел. Захватываю поселы. Того посела забирают варвары. Короче, он просто прикинул весов раз и выходит. Ну это пригорает в этом случае. Ну он потом зашел, мы сделали заново игру. Я говорю, давайте заново. Вон, такие пять городов в начале игры было. Ну и что? Ну как, два посела халявных. Пацана бомбит, мой сосед. Не, ну бомбит, но это ж были лысые поселенцы, правильно? Ну все равно. Решили заново и так нечестные поселки. Не то, что нечестные, как... Неинтересные. Да, совесть прям мучила. Это когда ты играешь в NQ-шной группе, и тебе рендомит Рим, и ты понимаешь, что игра уже не на шестерых, а на пятерых. Это вот что-то такого плана, да? Ну да. Интересно даже. Ну вот. Я тоже не люблю вот стартовые войны, раши. Мне это очень нравится. Нет, мне нравится наоборот. Здесь знаешь, я вот посмотрел, вот Пантеон тот офигительный. На 25%. Да, Антон классный, согласен. Плюс карта. Тебя каждый город заход за два конных делает. Ну это вообще может такой зеркараж жесткий устроить. Ну я видел, допустим, как Конго хорошо рашит на своих товарищах. Очень. Не хуже, чем Рим. Я тебе так даже скажу. У Конго же мечники, да, Пантеон? Да, да. Ну а типа Египет или Шумеры со своими конными уникальными? Уже не так рашит, они в колесе в моде. Поэтому раньше ослики приезжали вот сразу, а сейчас они приезжают вместе со всеми. Когда у тебя есть уже тоже возможность Хэви построить коляски. И плюс с учетом, что коляски сейчас, ну эти копейщики, их хорошо разбирают, можно отбираться. Вот уже, мне кажется, войска Клеопатры посильнее даже, чем коляски Шумера. У Шумера другая тема. Им самая имба, это то, что ты стоишь вот там вот в стороне, в носу ковыряется кто-то. Там кому-то дали палкой по башке, а опыт прибавился всем пацанам, которые ковырялись в носу. И я вот смотрел, просто какой-то бред иногда происходит. И там разведчики просто на дрожжах получают эти промоушены. И с обычными войсками такая же Петрушка. Слушай, Санкар, подожди. Не идите, француз, ты этот... Хочешь, как сказать, доиграть хочешь или как? Да нет, а не хочу. Да блин, я вообще не врубаюсь, откуда у него даже универы не везде построены. Ну а что тебе говорит, как ты наводишь на науку? Что пишет? В смысле, что пишет? Ну ты наводишь на науку, откуда... Вот то количество науки, которое есть. Там городов. Все от городов. Ну, зайди в город, посмотри конкретно, там откуда наука. Все от городов, 14 мировых. Я понимаю, но у него даже не посажены в этих... Ну, цифры сходятся. Нет, я не говорю, что он что-то читерит. Я говорю, что где-то бак какой-то или что, я не понимаю. Ну, как может быть бак, если цифры сходятся? Смотри, сначала общую науку смотришь, да? Вот всего науки по каждому городу. Бери там какой-нибудь самый большой город, ну, имеется в виду, откуда больше всего науки. Заходи в него и смотри вот эта наука, откуда идет, и действительно есть только науки. Если все сходится по цифрам и по зданиям, то, значит, не бак? Ну, сейчас посмотрю, 34. А можно я тогда тоже поизучаю сейвы, раз француз ГГ снул? Я сомневаюсь, что... То есть все, мы заканчиваем, да? Переходим в сейв, открываем Египет, поздравляем Египет с победой, да? Я люблю поизучать. На 96-м ходу. Египет с победой, давайте все зайдем в сейв и посмотрим. А я тоже могу, да, зайти последний? Нет. Блин, ты, пожалуйста, зайди за Шумер, проверь там. Нечти риллион, да? Да. Кстати, а мы как-то жабы деда и даже не спрашивали, типа, может, он хотел еще поиграть. Он сдох там. А как зайти в сейвы, скажите? Зайди, сетевая игра, интернет, загрузить игру, грузишь сейв, и там переходишь на то место, кого ты хочешь посмотреть. Только сначала кикаешь всех. Я район. То есть, надо проходить, дать или выход на игру. О, дед, тут. Что там, дед? Я, я вас всех слушаю. Чего? Просто молча. Нормально. Я еще у тебя сейчас поставил 100% рост кампусов, тут вообще 300 науки получил. Почти. Я не хотел это делать. Ну, а ты не хотел... Ты пожелал, чтобы сейвы... Ну, они, ну, города вроде, ну, 11, 13, 14, все, нигде не сидят там. Ну, в самих этих... Спецслей. Я думаю, что он очень быстро поставил города и быстро поставил кампусы. Поэтому он намного быстрее... У меня было 7 городов. Ну, то есть, ты их медленнее ставил, и медленнее, видимо, кампусы в них строил. Так или нет? Там еще ученые 2, посмотрите. Последние я взял на 4 науки с универов. И 2 науки с универов. Хо-хо-хо-хо. Так вот, тебя только ученые 6 дают. Это если я поставлю карточку на 100% науки от кампусов, ну, от зданий в кампусах, то это будет, там, ну, реально 300 от науки в ход. Ну, с карточкой дает универ 16 науки в столице. Просто универ 16 науки дает. Кампус 10. Просто в идеале в этой игре надо получать... Почему он дает, я не могу понять? Он стоит возле трех гор. И возле... Где, где? Какой? Мурак и дед. Там пшеница. Смотри. 2 ГГшки научные дают в каждый кампус по плюс 1 науке. То есть, это не учитывается от соседства. Соседство там 3,5 получается. Итого 7, по-моему. Или 8. Подожди, 8 это 4. Да, 4 науки без... Ну, только за соседство. Итого X2 получается 8. И плюс 2 науки от ГГшек. Это 10. Ну, а почему-то, да, от ГГшек не удваивается. А потому что только соседство удваивается. Там же написано. То есть, 100% за соседство. Нет, так почему 4 у тебя здесь, я не могу понять тогда. Тут же 3. Ну, посмотри внимательнее. Может, там... 3,5 это... Это 7, получается. 7, 2 от ГГшек. 9. Понятно. Где еще раз скажи, в каком кампусе в Роккедете? Почему он 10 дает, да? Мне, кстати, пишет, что 7. Увы, у вас разные сейвы. Ну, да. Загружены. В смысле? Это карточка. Он убирал карточку. А, он карточку убрал там, да? Что там проверять? Ну, гора стоит, поставил парень. Да я не проверяю, я посмотрю, почему так получилось. Что ты, ну, этот... Я так тому говорю, что просто кампус поставил хорошо человек. Было бы хорошо, конечно, типа, закончить игрушу в графике, посмотреть. Мне больше всего кажется, что Египет очень быстро поставил кампусы, намного быстрее. И, скорее всего... Кампусы я с ним поставил первые два даже быстрее. После первого ученого. Ну, первые два, а первые шесть. Вот у него шесть городов. Я думаю, что он сразу кампусы бахнул, сразу в них библиотеки. То есть не боясь, что там кто-то на него нападать будет. Вот это все. И, соответственно, очень быстро засоюзил ГГшки. Научные. То есть очень быстрые шесть кампусов, очень быстрый союз ГГшек, который... Ну, даже одной, наверное. Как ты делал, Египет? Сразу одну за союз, а потом вторую или вместе? Я Женеву сразу за союз. Вот, Женеву сразу за союз. То есть у него очень быстро было плюс четыре от кампуса, от шести кампусов. И очень быстро плюс пятнадцать процентов. Я так понимаю. И вы там еще долго решали, типа, войну объявлять, давайте снесем Женеву вот это вот. И мы там еще. И вот, ну, мы просто... Ну, это хорошее только через десятью увидели, что у меня союз. Окей, вот смотри, теперь вот этот почему восемь дает, я вообще в шоке. Который возле Петры. Возле Петры дает восемь. Тут возле двух гор он стоит, и все. А, и возле бананов. Бананы джунгли. Джунгли, да. Джунгли, да. А, ну, три на шесть. Знаешь, а почему так? Вот так вот, блин. А так, а так тоже так. Да не, я просто уверен, что у вас было бы через пятнадцать ходов, типа, столько же науки было бы. Ну, у него-то уже через пятнадцать ходов было бы больше. То есть, в данном случае, именно, что скорость по ходу повлияла. Египет, расскажи, ты быстро ставил компуса? Я поставил шестой город очень поздно в этот раз. Во-вторых, компуса я ставил после коммерции, примерно. Я два компуса сразу построил, а потом коммерцию и сразу компуса. У меня, короче, когда я вышел в промзоны, у меня уже были компуса в пяти городах. Все, лайки. Нормально. Да не, я просто считаю, что вы проспали на самом деле. То есть, вы проспали, что Египет так быстро, ну, вперед вырвался. И получилось, что... Проспали по цифрам, он был наравне с Арчи. Что мы проспали? Так, наравне с Арчи, но при этом он открыл и верхнюю, и нижнюю теху. То есть, он... Сначала нижнюю. Ну, нижнюю, а потом верхнюю. То есть, он просто выполнял эврики. Давайте теперь обратимся к Арчи. Арчи, сколько ты эврики сделал? Все эврики в своих техах, или ты все-таки дофига пропускал? Ну, я много сделал эврики. Да, потому что... А, который до мастерских я почти все сделал. Не почти, я специально даже ждал... Я мог раньше электростан, ну, эти... Фабрики? Фабрики. То есть, не до мастерских, а до фабрики. До фабрики почти все эврики сделал. Нет, тут проблема. Мы переиграли в овал в свое время, и каждый сидит в развитии. Никто в пангию не хочет играть, как полагается, как раньше. С армиями. Сидите по 200 армий и друг на друга смотрите. Тоже неправильно. А, ну, смотрите. То, что у него великий ученый в 50-м году до нашей эры, то есть, ну, это, не знаю, какой 30-й ход, что ли, или 40-й, мгновенно создает университет и библиотеку, которая дает плюс 2 науки. То есть, ранний, очень крутой ученый. Правильно? Конечно. Подожди, где он? Я его не вижу. Вот взял американец... Миссак Ньютон. Да. Американец взял плюс одну науку и библиотеки. Это, ну, нормально, но... Не так круто. Француз просто плюс 2 науки в этом... В святых местах. Ну, а тут, извините... Это забустило ему один район. Да, забустило один район, но это очень сразу, сразу дает науку. Я тебе вам просто говорю про то, что он быстро получал науку. Быстро. Не в том плане, что он много получал, а быстро ее получал. Намного раньше, чем другие. И плюс к этому у него были засоюзены научные ГГшки, вот эти. В том числе, какие он чудеса там построил. Ну, и дальше вот эти... Всячки Петра. Ну, он отличных, великих людей брал. У него все великие люди очень неплохие. Один дает уникальный ресурс, плюс 4 довольства. Универы, плюс 4. Ну, чем плохо? Ну, может быть, еще повлияло то, что 3 человека, грубо говоря, были заняты другим, да? Ну, то есть, деребанились эти ученые таким образом. Вы не участвовали в разделе этих товарищей. Ну, да, да. Вы же все участвовали втроем, понимаешь? Вот если бы кто-нибудь... Мы участвовали в Питером, да. Да, если бы кто-нибудь построил армию на границах с Египтом, Египет бы так никогда себя не повезет. Никогда. Ну, я считаю, что вы плохо следили все-таки за соседом. То есть, надо смотреть, что он берет там. Вот это все. Обычно все почему-то сидят там, кричат, что вот этот там то-то сделал, это это сделал. А тут только, когда Египет внезапно пришел к Америке в продвинутой армии, и начали разбираться. А то, что он до этого крутых ученых брал, никто не видел. Что у него там... Подождите, что мы проспали? Я вот понять не могу. Что мы... Нет, Александр, а то, что я говорю, если бы кто-то держал бы армию с Египтом на границе, ну там в 600 военно-мощью Египта 150, а он бы фиг когда делал эти, так скажем... Он по-любому делал научные стажировки. Ну, кто мог валить Египту? Это Париж, только. Ну, француз смог нормально навалять Египту. В смысле? А как ты не делал научные стажировки, но забирал ученых? То есть тебе просто по фану они выпадали? То есть ты просто сидел, чуть-чуть упал из неба, да? Ну, у меня много, как бы, кампусов, и, соответственно, в них построены здания, которые... Нет, нет, Камикадзе спрашивает про то, что ты специально их фокусил, или ты вот просто тебе выпал ученый, смотришь, о, прикольно. Ну, я просто знаю, какие-то добавленные, а какие-то нет. Да. И я плохих пропускаю. Да все пропускают плохих, да, вот, например. Я тебе про то говорю, вот смотри, там, ты говоришь, у тебя много таких очков было, но когда ты, например, стажировки делаешь, там, в одном момент, там, быстро увеличивается. И ты хочешь сказать, ты не разум стажировку не делаешь, хорошего ученого добраешься. Ну, это действительно, что-то, прям, и фортанул, и хорошо сыграл, и все вместе наложилось, и 98-й ход, и ты винт сделал. Тут не видно, как бы, особых каких-то, ну, выдающихся мест, что прям сказать, что, во, Египту повезло, поэтому, я реально думаю, что вы действительно сидите, играете в развитие. Вот как ты правильно с Андром говоришь, что привыкли в развитии играть. Причем мы сейчас уже в развитии, прям, сконцентрировавшись на себе просто, даже не глядя, что там вокруг происходит. Это из-за овала, все, мы когда играли в Авал, мы в Пангею совсем недавно начну. В овале, когда играли, вообще бой не, только в конце. Да, Авал, он дебильный. Да, сейчас... А вообще сейчас видите Пангею? Вот как вам карта? Ну, я как бы у Египта не полностью вижу. Не, ну, нормальная карта. Внизу, внизу вода. Там нет территории. Не вода, в горбу. Внизу вода, да. Я к тому, что вы видите Америку, Египет и Индию. Видите? Видим. Вот, и потом идет Франция и опять вода. Вот, мне вот это не очень нравится. Ну, то есть, она какая-то кривая, что ли. То есть, я не знаю, карта мне не понравилась. Не понравилась какая-то. Ну, да, война. Только понимаешь, одно дело, когда старт нормальный, хотя бы более-менее заходит, чтобы можно было на слониках покататься там. А там такой кислый вообще старт, столица. Можно собрать, например, собрать, вместо того, чтобы строить кампус, военный лагерь, как лен, когда построить. Что-что? Я говорю, что ты не права строить, например, кампус, да, ты военный лагерь, говорю, крен, когда построил. Согласись. В смысле? Вот, в этой игре я построил первым, своим этим. Ну, я вторым построил военный кампус. Вот, я тебе говорю, я поставил сначала военный лагерь, и в втором году я закончил. Тем, что ты построил военный лагерь. Да, ничем не закончилось. Ну, как, я поставил 3А25 тех, а у лидера 39. Ну, у меня было на 8 тех сейчас меньше, чем у лидера. Я его нормально стал на карьере. Блин, ребята, ну вы, короче, ну, я вам говорю про другое. Ты сравни свою территорию и сравни мою территорию. Это Индус. Я там, видишь, не вижу, я просто слушаю, чтобы пытаться понять, что там я не сохранился, ничего не сделал. Я к тому говорю, что я с поляками, например, воевал. Мне было сложно. Сложно, потому что, вааа... Нет, он действительно всю армию, понимаешь, позвладил и не дрался. В 5-й циви ты начинаешь строить армию, идешь на соседа. Если ты его быстро не забираешь, можно сказать, тебе пока. Ну, а здесь, скажи, где? Ну, и вот ты говоришь, что никто не воюет. Я бы пошел воевать с ним. То есть, воевать надо тогда, когда ты, вот как он меня, без проблем взял и снес. Сейчас, ну, например, тебе объясню, вот я специально сейчас беру пантеон на 25%, быстрее армию купаешь и карточки ставлю. То есть, я тоже был уверен, что у меня по промке, по армии, я быстрее настрою, больше армии. Ну, должен выглядеть. Я вот к чему говорю, человек, когда это видит, он никогда не будет компуса делать, он тоже будет стараться сдерживать тебя, то есть, военную мощь, но при этом не забывать про науку. А когда каждый упирается в упорочку, там, в компуссадов, в коммерческие зоны, ну, конечно. Ну, окей, нет, в твоем, то, что ты говоришь, есть резон, естественно, но когда 8 человек играет, то есть, вот ты строишь армию, то есть, ты, это классно, когда все 8 человек строят армию. Да, если все друг с другом. А вот представь себе, ты вот начал строить армию, да, с поляком, да, воевать, а ребята с другой стороны, например, Египет с Арчи договорились жить в мире. И они, и у них все, у них бонус в развитии, они получили бонус в развитии, пока вы строите армию и в напряжении друг друга держите, типа. Вот смотри, я тебе сейчас объясню, почему, мне кажется, что ты ошибаешься. Я почему, например, всегда строю армию, стараюсь именно с армией постоянно находиться, потому что я сам ставлю максимум 4-5 городов. Остальные три города я у кого-то должен у тебя. Можно я перебью тебе камикадзе? Вот была недавняя игра, ты играл за Францию, опять-таки, и я играл за Китай. Что-то я не заметил, что ты там армию устроил, напрягал. Ну там игра, нет, я тебе не говорю, там, блин, ну сам понимаешь, бывает непростанет с положением, это раз, и как-то не получается. Тебе доказывает это Сандро, если что. А? Тебе это Сандро уже доказывает минут 10. А, то, что, ну не может же быть, что у троих не получилось, вначале там туда его. Не, не, смотри, там, ну блин, ну как сказать, я понимаю, о чем ты говоришь, но... А, и подожди, Сандро, я тебя перебил. Ты секунду, Рэдди, смотри, еще такая ситуация, я понимаю, полторы недели отдыхал, это была первая игра после отдыха. То есть сам понимаешь, когда новый патч выходит, ты должен отсекать, не помнишь карточку. Да, расслабо. Не то, что мажут там, Далин, но ты действительно так, после большого периода. Да дело в том, что тут, тебе сейчас, смотри, ФА-8 особенно, это тема такая, что ты должен подгадать нужный момент, чтобы забрать... Ты сам же говоришь, я забираю три города нормальных. Второе. Ранние войны обычно, особенно начальные, ничем хорошим не заканчиваются, потому что районы не построены раз, да, то есть ты забираешь новые города у соседа, но там придется опять же все-таки строить. Поэтому логичнее не воевать на самом старте, а воевать как раз-таки уже там в третьей эпохе. И вот там есть возможность как раз, кто-то пошел в фабрики, а кто-то пошел в коники там или в арбалеты. Вот здесь это можно сделать. Это тоже верно, я с тобой полностью согласен. Ну и начальный раж, когда ты забираешь, например, хотя бы даже город представляешь, посевок, например, пять ходов, пока посевок дойдет пять ходов, лучше десять ходов. Да, и тут еще, я же говорю, ну территория бывает, ну вот я, допустим, расселялся очень долго, потому что каждый ход я ходил одну клетку, потому что все в холмах, там, ну жуть какая-то. И ты ходишь, пока ты дойдешь, расселишься, там у людей уже коммунса стоят. Да, мне ГГшку вообще три хода не давало поставить. Ну и еще по поводу вот этого «держать соседа в напряжении». Получается, что сосед... Я извиняюсь, Леша, можно я вот сразу пару слов. Я вообще не понимаю, чего вы там начали воевать, и я до сих пор, вот вы обсуждали это минут 15, кто там напрягает, не напрягает. Я не знаю, можно было просто сказать, будем воевать или не будем. Так я же его спрашивал несколько раз, мне этот город и не нужен был. Я его несколько раз спрашивал про то, что воевать или нет. Ты же слышишь, он говорит, он не отвечает напрямую, что у нас с тобой будет мир. Он хочет, чтобы сосед был в напряжении. Получается, что у меня... Вот смотри, я был вынужден торговать с Египтом и вынужден отправлять к нему караваны. Просто потому, что у меня, получается, нету вперед уверенности, что я начав торговать с бразильцем, я не похерю себе счастье, если он на меня нападет по какой-то причине. С тобой на одном компоненте. И что? Люкси один, да? На мне что-то такое. Нет, а караваны я мог тебе пускать, чтобы не получал в Египет бонусы никакие. Ты мог во Францию отправить? У меня до Франции не добегало, у меня до двух городов Египта добегало. Смотри, у меня, например, с развитием, ну и наука, потом нормальные попромки, а второй. Он был третьим, конечно, потому что арчичка. У меня все было, в принципе, нормальное было. Я не испытывал особых проблем. Армия, которая была, она просто апгрейдилась, она осталась. Ну, я могу так сказать, вот мы на своем пятачке смогли не рашить друг друга, да? Вот просто смотрите на карту. Мы на этом вонючем пятачке смогли жить и нормально жить. Причем лидеры были два. Это Египет и Америка. А вы с такой территорией не смогли расселиться. Ну, там, конечно, поляк учудил откровенно, я считаю, просто. После поляка. Поляку никто не мешал расселяться. Просто сих пор на севере чудо, супер чудо. Вы видите это супер чудо, да? Я нет. Наука, конечно. Ну, там, где клетки с люксами, которые дают хренову тучу всего. Где, где, я не вижу. Над бразильцем, на севере бразильцем. Ну, я не знаю, это вопросы к бразильцу. У него есть территория. Зачем вот это? Ну, он держит соседа в напряжении. Я объясняю, что я никогда не буду в напряжении. Я просто... Заключить дружбу на 15 ходов. Есть же соседи другие. Ну, так, пожи так... Подожди, вот так, со мной рядом, в Египет, такой херни бы не было. Просто... Конечно. Сидел бы ровно. В смысле, ты бы сидел ровно? Египет бы сидел, он бы тоже наращивал бы армию на раз, посматривал бы, военные лагеря бы побольше. Нет, я думаю, что Египет бы поступил бы еще так же, как и я. Он бы нарастил армию и напал на тебя. Ну, и все, и нет у тебя лидерства никакого, понимаешь? Да, то есть ты вот прям уверен, что Египет тебя не заберет. Мне кажется, если бы... Ну, вот смотри, вот в этой войне ты бы меня сейчас не забрал. Ну, я бы не забрал, естественно, извините, я просто потерял вначале кучу всего. И сидеть еще в напряжении зачем-то... Мне кажется, невозможно забрать. Ты ничего не потерял. Вообще-то ты ничего не потерял. Арчи, ты меня забрал, мы с тобой решили вопрос. Все нормально. Он видит армию казаков 2400 цифру и говорит, ты меня не заберешь. У меня был... Самого 9... Ну, говорит, ты меня не заберешь. Подожди, когда мы с тобой зашли вдвоем, у тебя было 2000, у меня 1100 все-таки нараздел. Дело в другом, дело в ландшафте. Я думал, что за счет ландшафта я смогу вывести. Но я недооценирую, да, недооценирую. Вот и здесь, в этой войне просто, ну... Я не могу сидеть, развиваться, неуверенный в том, что на меня не нападет сосед. Мне проще быть в войне, чтобы конкретно это все контролировать, что происходит. Ну, как ты заключишь договоры, что тебе говорят, за кем кто-то выходит в фабрике... Ну, почему-то все остальные люди... Все остальные люди в игре договариваются и договора заключают. Они почему-то могут договориться. Никто не заключал союз, никто не заключал дву. Тогда... Я тебе не говорю... Потому что это могло значить только одно. Послушай, да, послушай, тут не дело в том, что ты заключи союз и прочее. Тебе говорится о том, что просто хотя бы договориться о том, что будет мир, что ты не нападешь. И прочее, ну, блин, общаться. Ты ничего не сказал. Ну, вот, ну, блин, вот и получается. У меня были планы тебя забрать. Вот и получается. Ну, вот у него планы меня забрать. А вы меня спрашиваете, почему нет. И он говорит, я такая сволочь, на него напал. Подожди. Планы были. Я же тебе говорю. Планы были. Так объясни, какая разница, кто на кого нападает. Вы дайте договорить. Разница есть. Я, например, вышел раньше. Нету разницы. Нападает тот, кому это выгоднее. Я не буду сидеть, ждать, пока на меня нападут. Чтоб, типа, не выглядеть агрессором. Да, но вопрос. Ты сможешь быстро забрать и что-то получить? Ты бросил этот город. Я не собирался захватывать бразильцы. Я видел, что у нас равная армия. Я тебе еще раз объясняю. Есть, ну, блин, как нарыв, знаешь, у тебя есть нарыв. В том, чтобы я видел его юниты, когда они двигаются. Чтобы мне сообщалось, что он где-то находится. Потому что у нас все равно состояние такое, вот, как холодная война. Что в любой момент я не уверен, нападет на меня человек или нет. Тут я полностью уверен, где юниты. Мне, например, сообщает игра, где идет передвижение. Там-то ваши соперники находятся и прочее, прочее. Ну, и к тому же я все-таки город один забрал, который, типа, был рядом. Я от него армию даже открыл. Поэтому, ну, я не понимаю, держать в напряжении соседа. То есть, а то, что сосед это напряжение хочет каким-то образом снять, это пофигу абсолютно. Ты пойми, зачем мне тебя потом уже было забирать? Я уже сижу такой думать, да нафига мне города? У тебя города еще были. Ну, так заключи мир. Объясни это. У нас был мир, Леша. Разговаривать об этом. Главное, ребята, всем спасибо за игру. Да, давай. Спасибо за это. Спасибо. Спасибо, что застрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы застрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.